Четыре мобильных диагностических комплекса для определения статуса ВИЧ и гепатита С передал Новосибирской области донор Меценат. Он пожелал остаться неизвестным, но есть информация, что это новосибирец. Каждый тест-мобиль стоит 5 миллионов рублей. Такую сумму в сфере профилактики ВИЧ-инфекции в России жертвуют впервые, говорят представители благотворительного фонда. По какому маршруту поедут оборудованные Форды, расскажет Елена Мирошниченко. Новые, комфортные и теплые. Первые два тест-мобиля сегодня прибыли в Новосибирск. Их передают в собственность первой инфекционной больницы города. Коммерческие организации с удовольствием выступают благотворителями. Когда же мы имеем дело с достаточно тяжелой социальной проблемой, которая длительные годы имела негативный образ в глазах людей, то здесь привлекать деньги гораздо сложнее. И мы считаем, что благодаря именно этому человеку, этому меценату, именно этому донору вот этот вот барьер в борьбе с ВИЧ-инфекцией он пройден. Оборудованные автомобили будут стоять в самых людных местах мегаполиса. Внутри, как в лаборатории, стерильность. Воздух обеззараживает специальный облучатель. «Специальные тест-полоски по ВИЧ-инфекции, по определению ВИЧ-инфекции и по гепатиту С. Тест одноразовый скорификатор, спиртовой салфеткой обрабатывается палец, одноразовым скорификатором пальчик прокалывается, промакивается вот эта вот тест-полоска и промакивается в специальный раствор». «Просто он как цвет меняет, да?» «Да». Капля крови, 15 минут и статус ВИЧ-гепатита С известен. Точность больше 90%. Такие тест-мобили позволят охватить больше населения. Поедут даже в отдаленные деревни. Именно среди сельских жителей сейчас отмечают инфекция распространяется быстрее, чем среди городских. Мобильные пункты и акции там бывают реже. Регион по-прежнему остается лидером в стране по количеству зараженных. В этом году ВИЧ-инфицированных стало на 3 тысячи больше. То есть, примерно из 80 жителей региона один болен. «Мы ходим, сдаем общий анализ крови, мы ходим, сдаем сегодня какие-то другие исследования, флорографию делаем. Так и должно сегодня войти в привычку просто человека. Прийти и проверить свой ВИЧ-статус. Мы не можем согнать насильно людей. Добровольность и анонимность – это главный принцип. Но формирование нового сознания, нового мышления людей – это наша общая с вами задача». Сдвиги в изменении сознания, говорят, уже есть. Желающих узнать свой ВИЧ-статус становится больше. С гепатитом С ситуация стабильна и управляема. «У нас существует в Новосибирской области программа по лечению гепатита С. Понятно, что это достаточно дорогостоящее лечение. Но программа эта работает с 2013 года. И уже огромное количество пациентов пролечены. И большинство из них, большая их часть пролечены с выздоровлением. То есть, они находятся в стойкой вирусологической ремиссии, что не позволяет уже дальше распространять инфекцию». Эти автомобили выйдут на улицы Новосибирска 1 декабря вместе с мобильным пунктом, который работает в регионе уже несколько лет. Места стоянки можно посмотреть на сайте Минздрава или на портале testmobile.ru. Еще две машины приедут в регион в январе. Они будут курсировать по райцентрам и отдаленным селам области. Елена Мирошниченко, Андрей Дулепов. Новости ОТС.